Меня зовут Олег, я более 15 лет работаю на этом предприятии, профессионально на нем развиваюсь. Мы сейчас очень много смотрим по телевидению, читаем в интернете, в всяких изданиях, что вокруг нашего телевидения белорусского возникают какие-то качели. То там всех увольняют, уходят, бастуют там, и что чуть ли не уже с Российской Федерацией, самолетами нам поставляют уже корреспондентов, садят на их места, и они уже транслируют какую-то там правду или неправду. Скажите, пожалуйста, по этому поводу что-нибудь. Олег, святое место пусто не бывает. У нас в России работает около 60 тысяч так называемых гастарбайтеров на разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензии не предъявляют. Да, действительно, у нас, как я сейчас не просто понимаю, а знаю, очень умненькие, которые выросли на телевизоры, и в основном которых я на руках носил. Вот они выросли, и вдруг они поняли, что у них чего-то не хватает. Они выскочили на улицы и начали митинговать. Работать не будем. Не надо. Я попросил руководителей, не давите людей. Кто-то захотел, уходите. Уходите, никого не надо держать. Ну что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет ходить и кукиш в кармане носить. Какой смысл? Хочешь уходить, уходи. И рабочим, вы слышали, я в открытую об этом сказал. Все равно же надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян, дайте нам 2-3 группы журналистов, ну на всякий случай, 6 или 9 человек, не знаю там сколько, самого продвинутого телевидения, чтобы и наших молодежи, пусть они посмотрят, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали. Половину тех, которые постились и бегали вокруг белой телерадиокомпании, назад. Я говорю, ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет, не принимаем. Нормально, ситуация стабилизируется, то хочет что-то работает, то не хочет, что-то не работает. А россияне, я даже их пригласил, дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей, телевидение нормальное. Единственный вопрос сейчас, ах, вот россиянам платят столько, а нам столько. Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей. Поэтому не надо про самолеты, что тут нам перекидывают россиян и прочее. Нам столько и не надо. Просто ясно, кто это нагнетает обстановку. Слушайте, в Украине люди без работы, много людей, журналистов. Даже в той же Польше, Литве и так далее. Огромное количество. Мы их позовем. Или, допустим, ну зачем Белкалию было бастовать? Хорошо, бастуете, ладно, я команду директору. Не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2000 человек хотят работать на Белкалии. Они придут, не они придут. Во всем мире безработица приедут с Украины шахтеры, их море безработных. Мы наймем, они будут работать.